Чтобы наши дети и ваши дети не враждовали, отцам этих детей нужно сегодня уйти с нашей территории, забрать своих детей, свои семьи, все, что с ними связано и уйти. И тогда между нами не будет никаких проблем. Когда я жил, находился в Польше, я получил информацию о том, что в Польшу присланы люди, и они во всех этих мечетях сидели и караулили меня в пятницу. Они ожидали, что я в какую-то из мечетей приду в пятницу. Когда я об этом узнал, я, между прочим, в эфире сказал, что я не хожу на пятничную молитву, так как я являюсь путником. Ас-саляму алейкум, брат, марш, вогил, тумсо, нокчи, мата, эфиря, абил, гал, декр, кадыр, кадыр, чин, но хилархо, рузбанитца, ца, ихар, изгуз, чуах, хахдар, пайдехидар, алхи, цун, ваалейкум, ас-саляму, раноху, ла баракату. Этот брат говорит в чеченском моем, на чеченском канале, во время эфира я рассказал одну историю, и он говорит, я считаю полезным, будет полезным, если ты ее здесь тоже расскажешь. Я с ним согласен, я думаю, что это будет полезно. К сожалению, я сейчас не смогу вам продемонстрировать сам этот ролик, но я, наверное, коротко расскажу, о чем он будет. Итак, Чингиз Ахмадов, директор ЧГДРК «Грязный», более известный по прозвищу «Иллюзионист», он на днях записал видеообращение, как обычно, и задавался вопросом, почему вы, говорит, там в Европе живущий, называет меня, там, Азора Масхадова, еще других, Закаева, почему вы, говорит, не ходите на молитву джума, пятничную молитву в мечеть? Вы, говорит, ходите на различные конференции, собираетесь там, встречи какие-то проводите, но на джума, пятничный день в мечеть, вы, говорит, не ходите. Кто вас освободил от этой обязанности? Ведь это обязанность мусульманина в пятницу ходить на праздничную молитву в мечеть. И почему иллюзионист так сильно по этому поводу переживает? На самом деле переживает не иллюзионист, переживает его хозяева. И этот вопрос их очень сильно волнует, действительно, потому что в 2004 году Зелимхан Нендербиев был взорван в катере, когда он отправился на пятничную молитву в мечеть, помолился вместе с своим сыном, вышел и сел в свой автомобиль, поехал домой, его взорвали. Именно в момент, когда он припарковался и находился в мечети, сотрудники ФСБ подъехали, установили зывное устройство под его автомобиль и таким образом его взорвали. Другой наш полевой командир, Зелимхан Хангашвили, был убит в 2019 году в центре Берлина, когда он шел на пятничную молитву в мечеть. Российский киллер, сотрудник российских спецслужб подкараулил его и в парке, в момент, когда он шел в мечеть, он подъехал к нему сзади на велосипеде, произвел несколько выстрелов, затем еще контрольный в голову и пытался оттуда скрыться. Его, к счастью, задержали. Также в Турции в пятничный день был, когда после пятничной молитвы были убиты несколько человек, их имена, по-моему, Муса Атаев, Завур Амриев, кажется, еще один не помнит имя. То есть, мечеть и пятница, пятничная молитва в мечети, является таким слабым местом мусульман, благодаря которому их убивают враги. Так как место, куда ты в один и тот же день ходишь в одно и то же время, это твое слабое место, и именно в этом месте твои враги устраивают тебе какую-то засаду, им легче спланировать покушение на тебя, убить тебя, когда у тебя есть определенное место, куда ты ходишь в одно и то же время, в один и тот же день. Если у кого-то это может быть спортзал, может быть какое-то место учебы или место работы, то у мусульман таким местом является мечеть в пятничный день. И вот поэтому эти наши враги, они устами иллюзиониста вопрошают, почему вы, говорит, не ходите в мечеть в пятницу, почему вы не облегчаете нам эту задачу. Когда я жил, находился в Польше, я получил инсайдерскую информацию о том, что в Польшу присланы люди, они сидят в мечетях, а в Польше не так много мечетей, и они, значит, во всех этих мечетях сидели и караулили меня в пятницу. Они ожидали, что я в какую-то из мечетей приду в пятницу. Когда я об этом узнал, я, между прочим, в эфире сказал, что я не хожу на пятничную молитву, так как я являюсь путником. И они тогда все там так сбунтовались, мол, о, как так, как ты можешь быть путником, как ты можешь не ходить, ты должен, ты обязан ходить в мечеть. В пятницу целые проповеди там посвящали этой теме, пятничной молитве. То есть это их очень сильно разочаровало тогда. На самом деле они не знают, кто куда ходит. Кто-то из нас, может быть, ходит в мечети, но просто не скидывает оттуда фотографии с локацией, с хэштегами. А кто-то, может, действительно не ходит. Но это как бы наши проблемы. Мы, если это грех, если действительно в положении опасности пятничная молитва не спадает с человека, то это тот грех, за который мы будем отвечать перед Всевышним Аллахом. Это не, ну, не вам нужно об этом беспокоиться. На самом деле это, конечно, абсолютно не грех, если человек находится в положении, во-первых, если человек путник, с него вообще спадает обязанность посещать мечеть в пятницу, да и вообще посещать мечеть. Если есть какая-то опасность, то тоже эта обязанность человека спадает. Но сейчас не об этом. Мы сейчас не будем даже входить в эту религиозную составляющую. Это, пожалуйста, там на каких-нибудь религиозных ресурсах. Здесь сам факт того, что они так сильно хотят, чтобы мы все-таки куда-то, именно в какое-то одно место ходили в мечеть, чтобы нас тоже можно было бы так легко устранить, совершить у нас покушение, если получится убить. Конечно же, мы облегчать им таким образом задачу не будем. И я надеюсь, что все остальные тоже возьмут это на вооружение. И если даже они ходят в мечети, то будут делать это как-то тайно, либо будут менять эти мечети, не ходить в одну и ту же. В общем, нужно предпринимать максимальные усилия, меры предосторожности, чтобы не облегчать задачу нашим врагам. Чингис переживает за тебя, ты просто не понимаешь этого. Я понимаю, я так-то понимаю. Аноним. Саламу алейкум, Тумсо. Как думаешь, что ждет Европу в ближайшее время на фоне дефицита газа и возможного продовольственного дефицита? Добьется ли кремлевский карлик своих целей? Алейкум ассалям. Я понятия не имею. Я вообще не хочу какие-либо прогнозы экономические. Не то что давать, я их даже слушать не хочу. После вот всех этих разговоров, про все то, что было то и этого, все коллапс, все загнется буквально. И потом на ходу бывает, они переобуваются. Я считаю, что очевидно, что проблемы есть у России. Да не только у России, на самом деле. Проблемы, эта война, она в глобальном смысле создала проблемы. Да, у России их, конечно, гораздо больше, чем сегодня у нас. Но и здесь, в Европе даже ощущаются проблемы, которые создала эта война. И не нужно это отрицать. Конечно, война создает проблемы. А вот давать прогнозы, тем более экономические, я не буду. И даже слушать их не хочу. Если с тобой поступили неправильно, не надо взращивать зло между людьми разных наций. Нашим детям и вашим детям не нужен весь этот предсогласен с тобой, Анастасия. Поэтому, чтобы наши дети и ваши дети не враждовали, отцам этих детей нужно сегодня уйти с нашей территории, забрать своих детей, свои семьи, все, что с ними связано, и уйти. И тогда между нами не будет никаких проблем. Как легко, да, решить на самом деле этот вопрос. Но почему-то не хотят, вот, отцы ваших детей не хотят решать этой проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok